Ваша программа выходит на канале «Украина», собственник которого Ренат Ахметов, честно говоря, вот за последний месяц с небольшим просто трижды меня потряс. Первый раз, когда все средства массовой информации, западные прежде всего, говорили, что 16 февраля начнется вторжение России на территорию Украины, 15 февраля Ренат Ахметов приехал в Мариуполь из-за границы, он находился за границей, приехал в Мариуполь и находился там 15 и 16 числа в день предполагаемого вторжения, где заявил, что Мариуполь – это Украина, встречался и с рабочими заводов Азовстали и Ильича, и гулял по городу, показав всем, что Мариуполь – это Украина, и он в этот день, когда должно быть вторжение, находится в Мариуполе. Второй раз он меня потряс, когда 23 числа президент Зеленский пригласил его на встречу в числе других инвесторов и представителей крупного капитала, он опять-таки, зная, что 24-го должно быть вторжение уже точно, как сказали американцы, британцы и так далее, он опять прилетает в Украину и не улетает из Украины, как многие его коллеги по большому бизнесу сразу после встречи, а остается в Украине и 24-го встречает войну у себя дома в своей кровати. И не уезжает из Украины, и по сей день все это время остается здесь и делает заявление постоянное, одно речь и другого, где называет вещи своими именами, где говорит и о Путине, и о российской военной агрессии, и о том, что никогда его заводы не будут работать в условиях российской оккупации и так далее. Ну, для меня это героизм настоящий. Вот что вы думаете об этом? Ну, Дима, я могу только сказать, что я горжусь, что я с этим человеком знаком, и я горжусь тому, что мы партнеры на телевидении, то есть я на его телевидении, на канале, собственником которого он является, я делаю программу под названием «Свобода слова». Я горжусь его поступками.